А вы в курсе, что педиатры проводят профилактические осмотры детей чаще других специалистов? Это необходимо делать с самого рождения ребенка и до достижения 18 лет с целью выявления на ранних стадиях возможных заболеваний. Здравствуйте, это программа «В курсе» и я, Татьяна Говоркова. Здесь мы говорим на темы, которые так или иначе касаются интересов жителей Краснодарского края и, в частности, Сочи. О важности проведения профилактических осмотров у педиатра и о том, что нужно делать, чтобы ребенок был здоров, об этом мы поговорим сегодня с заслуженным врачом Кубани, с кандидатом медицинских наук Галиной Чернышовой. Галина Сергеевна, здравствуйте. Вот бытует мнение такое, что все-таки дети вот еще 50 лет тому назад были все-таки активнее и здоровее. Правда ли это или нет? Я думаю, что это не так, что дети сегодняшнего поколения имеют такой же ресурс иммунологический, и такое же здоровье, как и дети 50 лет назад. Единственное, что образ жизни современный несколько изменился, и они живут в других условиях, поэтому реакции их организма на те условия, в которых они пребывают, они другие. Поэтому мы видим, может быть, в другом разрезе здоровья ребенка на сегодняшний день. Ну вот сейчас есть многие современные технологии, да, и сейчас очень трудно представить ребенка без планшета в руках или телефона в руках. Вот как компьютеризация влияет на здоровье детей? Оно больше влияет на образ жизни, да. Есть какие-то отличия от детей других поколений, предыдущих, да. Это большой объем доступности информации, это где-то немножко коммуникации, да, у детей снижены, эпатия несколько снижена. Но зато, да, еще низкий уровень самостоятельности считается, что при такой массивной информационной нагрузке на ребенка развивается. Но зато дети сегодняшнего поколения, они наиболее талантливые. И все, что, та информация, та доступность занятий, чем только захочешь, информация, что только хочешь узнать, дает детям более высокий рост индивидуальности и проявление своих талантов на высоком уровне. И это тоже плюс. Но единственное, что все хорошо в меру. Злоупотреблять, конечно, не нужно гаджетами. А что вот в части здоровья-то может быть? Например, с плохое зрение может ли возникнуть? Конечно, в любом случае, если всегда здоровый образ жизни в себе подразумевает, во-первых, и смену, и декорации, и, естественно, нагрузок и умственных, и физических. И это умеренность во всем, и сбалансированное питание, режим дня. Это все имеет значение для здоровья. Ну вот сейчас у нас сезон простуд. Впереди февраль, когда бушует у нас грипп. Вот что вы посоветуете родителям в плане профилактики? Ну, от гриппа единственная профилактика – это вакцинация. Ничего другого не изобрели на сегодняшний день. А если общими какими-то апеллировать методами профилактики, то они очень просты. Для детей, например, очень важен температурный режим. Не нужно смену быстрого перехода из очень теплого воздуха в холодное. То есть это умеренный должен быть переход. То есть нельзя, не надо сильно кутать, не надо сильно создавать теплую температуру в помещениях. Это сказывается на терморегуляции ребенка и очень плохо на его восприятии, да, и инфекции, и окружающего мира. Плюс увлажнение воздуха очень важно. В сезон зимний, да, осенний-весенний-зимний сезон мы пользуемся обогревом, и он всегда сушит воздух. Сухая слизистая впоследствии – это хороший плацдарм для того, чтобы присоединились вирусы, бактерии. То есть должно быть увлажненное помещение, нужно проветривать, нужно иметь нормальный средний температурный режим. Также балансированное питание, чтобы ребенок получал витамины в виде продуктов питания, не только в медикаментозных препаратах. И, как иммунолог, скажу очень важное, что нельзя злоупотреблять вообще какими-то медикаментозными средствами профилактики, потому что это на самом деле не укрепит иммунитет и не поможет ребенку адаптироваться к здоровому образу жизни. Режим дня очень важный, полноценный сон. Сколько это часов для ребенка полноценного? Вообще 9-10 часов для ребенка. Ему больше надо, чем взрослому. Если взрослому достаточно 7 часов, то ребенку 9-10. Обязательно режим и питание. Вообще, чтобы режим был у человека. Тогда его биологические часы будут более способны адаптироваться к взрослой жизни, к окружающему миру более комфортно. Ну вот если говорить о питании, что нужно, как кормить? Вот просто очень многие ученые спорят, что кто-то говорит, суп обязательно полезен, например, на обед. Кто-то говорит, нет, это не нужно. То есть вот каким должен быть завтра, каким должен быть обед у ребенка? Как заставить вообще в конце концов ребенка, который мало ест и все время крутит носом от того или иного фрукта или овоща? Вот как быть в этой ситуации? Ну, в любом случае предлагать. Заставлять все равно нельзя. Это не полезно, когда заставляют кушать. Это точно, это тоже доказано научно. А предлагать здоровое питание. И самое главное, быть примером самому. Потому что дети, для них самый авторитет – это его родители. Как питаются родители, как питаются в семье, какие есть традиции, то ребенок будет все равно неосознанно повторять. И если в семье не принято фрукты, овощи в большом объеме употреблять, то, наверное, дети тоже не смогут это делать. Вот в самом начале нашего разговора вы сказали, что от гриппа лучшая профилактика – это прививка. Да. А всем ли она показана действительно безоговорочно? Или есть все-таки какие-то рекомендации, которые нужно все-таки следовать? Может быть, кто-то там аллергик или еще что-то? И что вот нужно делать перед тем, как сделать прививку? Перед тем, как провести вакцинацию, нужно сдать элементарные анализы, общий анализ крови, мочи, по которому можно выявить, может быть, какой-то инкубационный период еще не проявившейся инфекции, но уже, может быть, инфицирован ребенок, был контакт какой-то с вирусной инфекцией, и уже показатели крови могли бы поменяться. Но вы еще не видите, что он приболел и нет проявлений заболевания. И, естественно, осмотр врача, он тоже может выявить на каких-то ранних стадиях присутствие простудного заболевания, вирусной инфекции. Это, конечно, если ребенок заболел и находится в каком-то таком периоде, на старте инфекционного заболевания, то вакцинация может спровоцировать дальнейшее развитие болезни. Поэтому это нужно, конечно, смотреть, контролировать. Так, противопоказаний особо нет к проведению вакцинации, потому что вакцина содержит микродозы возбудителя, против которого проводится вакцинация. И только с той целью, вернее, в таком количестве, в котором способен организм выработать защитные антитела. Но при этом человек не заболеет этой инфекцией. Только для того, чтобы выработать иммунитет. Это мы называем активная иммунизация. То есть сказать, что сделал прививку, и ты точно не заболеешь, нельзя? Гриппом точно не заболеешь. А вирусных инфекций очень много, их больше 400. А почему тогда некоторые бывают случаи, что кто-то делает прививки, например, от гриппа, и все равно заболевает, но переносит уже? В любом случае, во-первых. Это даже не грипп, то есть просто врачи многие говорят, что это грипп. Скорее всего, это не грипп, скорее всего. Ну, конечно, все индивидуально. Бывают всегда в жизни исключения, но в основном это уже не грипп. Это может быть какая-то парагриппозная. Есть парагрипп, это похожая, да, окологриппозная инфекция. Они могут протекать похоже, но все равно в легкой форме. Давайте вот еще по поводу прививок, тогда дальше продолжим тему. Насчет других прививок, да, там всякие АКДС есть. Да. Да, вот их насколько важно и необходимо проводить, или тоже все строго индивидуально? Вообще важно проводить в любом случае. Лучше не болеть достаточно тяжелыми инфекциями, которые могут привести к смертельному исходу, чем их перенести и ждать каких-то осложнений, последствий. Тем более, что когда ты можешь предвосхитить, нельзя просто этим не воспользовать. Нельзя лишать ребенка выбора, чтобы его защитить от достаточно опасных инфекций, которые имеют тяжелые последствия. Все-таки это какие самые главные необходимые прививки, которые нужно прямо с рождения делать? Не все главные. Это коклюш, столбняк, дифтерия, это полимелит. Например, вот по полимелиту остановлюсь, например, в странах Западной Америки и многих странах полностью ликвидирован полимелит за счет того, что проводилась активная иммунизация. Они даже уже не проводят это в такой активном календарном плане, как у нас, потому что их граждане, их страны достаточно активны, и не привиться для них считается жестокое обращение с ребенком. То есть не предвосхитить тяжелое заболевание так нельзя. Нужно обязательно заботиться о своем ребенке с самого рождения. А бывают ли все-таки случаи, когда прививка не пошла, там потом повышение температуры? Конечно, все бывает, хотя считается, что повышение температуры – это высокий иммунный ответ на вакцинацию. Естественно, бывают аллергические какие-то реакции на компоненты, вакцины, но это все нужно решать индивидуально со своим лечащим врачом. И тот врач, который наблюдает с рождения, педиатр, он знает своих деток и уже более точно даст рекомендацию, нужно проводить вакцинацию, не нужно. Может быть, ее нужно сделать позже, сдвинуть на какой-то временной срок. И вот опять-таки, получается, нужно сдавать анализы, да? Да. Какие анализы? Общий анализ крови и мочи – это вполне достаточно, и осмотр педиатра. А вот какой-то, не знаю, период дней существует, вот что там сегодня, это же невозможно сдать сегодня же анализы и сегодня сделать прививку, потому что пока там в лаборатории… Ну, за несколько дней, за 3-5 дней вполне можно, да. Больше нет, то есть недельный, например, результат, когда был на прошлой неделе сдан анализ? Все индивидуально нужно смотреть, потому что если опять вы своего врача, который вас знает, он может недельный анализ вполне использовать для того, чтобы разрешить вам проведение вакцинации. Да, и тогда поговорим о других, например, заболеваниях, там ОРВИ, там есть очень много, да, вирусных заболеваний сейчас. Иногда врачи назначают препараты иммуномодулирующие. Вот насколько они действенны? Вы как профессионалству что скажете? Ну, иммуномодулирующие препараты применяют больше при таких состояниях, когда дети часто болеют, когда это уже какую-то имеет закономерность, тогда нужно модулировать, да, иммунную систему. А если это обычное ОРВИ, ОРЗ, с которым часто встречаются детки там при начале посещения, например, дошкольных учреждений, то там могут использовать противовирусные препараты, какие-то легкие. Почему нет? Это можно. А как часто вообще ребенок может болеть, что вот это будет норма? У нас есть такая классификация часто болеющих детей, и она зависит от возраста. Маленькие дети, естественно, в нормальном состоянии могут чаще болеть. Единственное, это заболевания не должны иметь тяжелое течение, затяжной характер. То есть это обычно 7 дней в среднем, да, там, и более без осложнений протекающие. А, ну, в среднем, если так брать трехлетний возраст, да, когда чаще детки начинают болеть, то до 4 раз в год это норма, даже до 5. Ну, смотря как протекают еще. Ну, да, но у нас очень часто еще путают понятие заболевания и аллергия, потому что симптомы бывают такие же, да, насморк, кашель. Вот как родителям, неопытным определить это, и опять-таки, куда нужно решать? Ну, такое грубое, если отличие, то при аллергии обычно никогда не повышается температура до высоких цифр. Доктор, аллергические ринит или какие-то аллергические состояния сопровождаются бестемпературными реакциями. Ну, так, это грубо. А в остальном, конечно, нужно, чтобы доктор смотрел и дифференцировал, какое заболевание, как его лечить впоследствии. Есть ли какие-то препараты, которые, вот, не знаю, как в целях профилактики можно использовать, чтобы не заболеть? Иммунологический подход считается, что профилактировать медицинскими препаратами – это неправильно. Это не адаптирует иммунную систему и не повысит иммунитет на самом деле. Но когда ребенок заболеет, уже у вас не будет препарата выбора, чем его полечить. Потому что вы применили препараты тогда, когда, может быть, они были не совсем уместны. Как часто вообще нужно посещать врача-педиатра, чтобы вовремя заметить? У деток свой режим посещения и наблюдения у своего врача-лечащего. И прежде всего детки до года – это один раз в месяц приходят на профилактический прием. С года до трех лет – раз в три месяца посещать нужно педиатра. Уже в более старшем возрасте с трех лет – раз в полгода. А там уже дальше, к школьному возрасту, уже считается первый скачок взросления иммунной системы человека. Там уже можно по состоянию, если есть какие-то жалобы, ну и с целью профилактических прививок проведения. Да, вот опять-таки к прививкам вернемся. По поводу ветрянки. Вот есть дети, которые еще не болели, не переносили эту болезнь. Нужно ли им делать прививку? Если да, то в каком возрасте? Ветряной оспой лучше привиться, естественно, чем болеть этим заболеванием. Если уже достаточно возраст немаленький и не было проявлений заболевания, то лучше всего сдать анализы. Можно сдать антитела на герпезозостер, иммуноглобулины МГ, и по ним определить, есть ли они, а не есть антитела, то вакцинации ребенок не нуждается, как и взрослый, кстати, человек. Если антител нет, то можно провести вакцинацию. А со скольки лет? С любого, с нуля. Важно, в любом возрасте, да. Как вообще часто нужно сдавать анализы детям, и как часто детям может быть назначен рентген, например? Опять-таки, возвращаясь к теме простудных всяких заболеваний, у кого-то проблемы с бронхами, это все отпускается туда вниз. Вот как все это вовремя сконтролировать, чтобы не допустить потом уже осложнений на легочной системе вообще? Анализы нужно сдавать, как мы уже с вами говорили, перед вакцинацией, да, чтобы посмотреть, есть ли какой-то латентный период воспалительный. И при остром заболевании, чтобы определить более точную тактику лечения. А уже рентгенологические какие-то дополнительные инструментальные исследования нужно проводить по показаниям, когда доктор видит, что может быть осложнение в виде бронхита, пневмонии, чтобы дифференцировать и поставить правильный диагноз. Потом лечиться, опять говорят, рентген делать. Контроль надо будет, конечно. Вот сколько, в принципе, можно так вот за год, чтобы это было нормально? Нужно столько, сколько нужно, потому что если пневмония повторяется и нужно посмотреть, есть она в каком объеме, какое лечение подобрать, то, конечно, нужно делать. Действительно ли педиатры проводят осмотры детей с целью профилактики чаще, чем остальные специалисты? Да, я уже сказала, гораздо чаще, потому что, в принципе, взрослое население, они по обращаемости всё-таки или в рамках профосмотра обращаются к доктору. А у деток та схема, о которой я уже говорила, да, это частые посещения и для наблюдения за ростом, развитием, физическое развитие, нервно-психическое развитие ребёнка, чтобы предвосхитить какие-то нежелательные ситуации. Давайте поговорим о таких народных методах лечения, которым очень часто прибегают, в принципе, нас и наши мамы, и бабушки, да, так же лечили. Если температура, малина, если там горло болит, молоко горячее с мёдом. Вот вы как специалист, насколько это действенное и в каких мерах всё-таки это нужно? Я считаю, что отрицать домашние средства не имеем права вообще никогда, никогда, потому что всё равно, да, наши бабушки так нас лечили и, в принципе, с положительным эффектом. Единственное, что не всегда это может подойти всем и не всегда это действенно, а так возражений быть не может, я думаю. Ну, например, вот что может быть недейственным? Нет, это не действенное, может быть, индивидуально. А вообще так, закислять среду, так скажем, да, какие-то клюквенные морсы, какие-то с лимоном, напитки горячие, почему нет, это хорошо при остром заболевании. Так, жидкости надо в любом случае потреблять больше, более обильное питьё в остром состоянии, поэтому это вполне могло бы сыграть очень хорошую положительную роль и в лечении, дополнить там лечение какое-то даже классическое. Единственное, что может быть, это всё равно лекарственные препараты, хоть это травы, хоть это какие-то ягоды, и это нужно помнить всегда, что кому-то они могут на кого-то повлиять, как, например, может быть, аллергия обычная, это же экстрактивные всё равно вещества, и они могут вызвать нежелательную какую-то реакцию, которая усугубит то заболевание, которое, как бы, лечили. Поговорим о других веяниях сейчас, моду, последних тенденциях. Некоторые родители переходят в веганство, отказываются от мяса, и действительно ребёнок, смотря на детей, или сами же приучают своих детей, тоже не есть мясо. Насколько это опасно может быть для здоровья ребёнка? И действительно ли это вообще, в принципе, опасно или нет? Ну, конечно, выбор питания – это выбор каждого, запретить не имеем право, но, конечно, для ребёнка нужно обязательно сбалансированное питание, обязательно поступление в адекватном количестве жиров, белков, углеводов, витаминов, микроэлементов. В веганстве надо учитывать, что белок – это самый основной каркас для роста, развития физического ребёнка. Белковая пища. Белок в вегетарианстве представлен – это бобовыми и молочными продуктами. А у ребёнка желудок небольшого объёма. И чтобы получить в адекватном количестве те белки, которые нужны, ему нужно было бы употреблять очень большой объём этих продуктов. Не факт, что они ему понравятся, там, бобовые, например, да, продукты питания. И тогда нужно пополнять вот эти все недостатки в питании за счёт лекарственных препаратов. То есть давать дополнительно аминокислоты, дополнительно микроэлементы, витамины. Не знаю, что лучше. Ну, как бы выбор каждого. Если, конечно, ребёнок сам не отказывается, так тоже бывает. Вот на моей практике были единичные такие случаи, что дети отказываются от мяса. Вообще, как может повлиять образ жизни родителей на здоровье ребёнка? Ну, например, родители там курят. Очень может повлиять. Насчёт курения вообще скажу, что проводились даже такие работы, что если при ребёнке курят, ну, или как-то он соприкасается всё-таки с табачным дымом, то в три раза увеличивается именно заболеваемость верхних дыхательных путей, в частности, бронхитов, обструктивных бронхитов. На табак, кстати, тоже вырабатываются иммуноглобулины и аллергены. То есть любое внешнее воздействие патологическое на ребёнка, естественно, сказывается на его здоровье. И образ жизни родителей – это закладка здорового образа жизни ребёнка. Какой он будет здоровый, умный и красивый. Как часто вообще нужно детей, например, приучать всё-таки к гимнастике, к выполнению упражнений с утра и, может быть, водить ещё на массаж? Нужно ли это или нет? Ну, подвижный образ жизни и вообще спортивная какая-то направленность ребёнку нужно с малых лет прям прививать. Это очень важно. Массаж в больших источниках всё-таки говорит о том, что это пассивное движение мышц. То есть за счёт рук массажиста мы активизируем работу мышц. То есть это по рекомендации, да? Это больному ребёнку, да, у которого есть какие-то проблемы, это очень нужно и необходимо. А здоровому ребёнку лучше активная работа мышц. Это активный образ жизни, это спортивные какие-то секции, занятия, которые по душе ещё плюс были бы. Ну, перезагрузка, например, тоже же влияет, может повлиять плохо. Например, если в школе учатся, да, уроки физкультуры сейчас у нас увеличили. Перезагрузка спортивная? Да. Перезагрузки у нас много не может быть, потому что пока ребёнок находится в школе, пока он делает уроки, это уже достаточно того времени, когда его мышцы отдыхают, и нет такой интенсивной нагрузки на мышечную деятельность. Если мы рассмотрим среднестатистического ребёнка, как его режим дня и по учёбе, и по занятиям, дополнительным каким-то, да, свои домашние уроки, когда он делает, и сколько он отводится в его дне времени на спортивные мероприятия, это будет немного. Так что я не думаю, что мы как-то сильно очень детей перегружаем. Перегружать умственные наши тоже нельзя, да? Да, поэтому должна быть обязательно смена физического и умственного труда. А вот вы как специалист, что посоветуете? Ребёнок в школе, там, как правило, до двух часов с самого утра, там до двух, до трёх, там, если у кого-то есть ещё дополнительные занятия. Потом он идёт, например, на секцию какую-то, потом ему, естественно, нужно делать уроки. Вот это же всё-таки с каждым днём накапливается, накапливается. В выходные тоже некоторые мамы заставляют, давай, ты должен читать, там, например, да? Ребёнок говорит, нет, не хочу. Это отдых. Почему? Это всё отдых. Чтение тоже отдых. Вот, расскажи. Это и есть преемственность. Разнообразие, и когда вы… Просто единственное, что нехорошо, если весь день человек занимается спортом. Вот это да. Это нагрузка физическая будет большая. Или весь день сидит за столом и занимается, читает, что-то такое делает. Это тоже будет слишком высокая умственная уже нагрузка. А когда это всё сменяется и прогулками на свежем воздухе, и занятиями каким-то любимым видом спорта, потому что всё должно приносить удовольствие. Не заставлять, конечно, детей. Сколько важно гулять, дать ребёнку? Обязательно важно. Обязательно в день… Сколько часов минимум надо, чтобы гулять? Ну, хотя бы час. Хотя бы час прогулок обязательно каждый день. Да, ну, смотря какой возраст мы ещё берём. А вот с какими вы сталкиваетесь с проблемами в ходе своей работы? Ну, понятно, что это в основном, наверное, заболевания, да, какие-то вирусные, тогда только к родителям приходят. А вот ещё какие-то есть проблемы сейчас в последнее время? Не знаю, может быть, проблемы с сердцем, или проблемы со зрением у детей в раннем возрасте выявляются, или ожирение, например, там, или диабет, вот-вот. Такие есть? Ну, проблемы, конечно, они всегда есть и будут. Есть у одних где-то однонаправленность, однонаправленные такие какие-то проблемы. У некоторых есть совсем в другой области. Но если насчёт ожирения, то можно сказать, что да, плавно переходя из активной смены умственной и физической нагрузки, конечно, гиподинамии сейчас больше, да, больше сидячий образ жизни, больше информационной системы, которая требует сидя изучения, да, большого. Конечно, движение, вообще активность — это питание для клеток вообще человека, всего организма человека. Поэтому активный образ жизни должен быть на высоте. не забывать о том, что это профилактика и ожирение как раз-таки, и профилактика какого-то нарушения, может быть, зрения от перегрузки, да, длительного нахождения за столом, да, в вынужденной позе, получается, с напряжением органа зрения. Поэтому и нужен активный образ жизни. Как вы считаете, вот тяжёлые рюкзаки, которые дети таскают в школу, вот как они же сказываются на осанке-то, да, и опять-таки, как они сидят? Рюкзак можно носить, даже если тяжёлый, потому что он всё-таки широкие лямки, да, он как бы балансирует между... Правильный рюкзак, да? Да, правильными сторонами, жёсткая спинка, да, чтобы прилегала к спине. А вот в сумке уже другое дело. Это, конечно, ведёт к определённым перекосам в скелетной системе, в мускулатуре. То есть вот как раз-таки деформация осанки, она больше подвержены дети уже взрослые, ну, до 18 лет как раз-таки ученики стажа класса, да? Если ребёнок правильно сидит, да, занимается спортом, мышечный каркас у него хорошо развивается, то это уже есть профилактика для нарушения осанки. Что можете порекомендовать родителям вот сейчас, в предстоящий зимний сезон, весной, как летом вообще оградить ребёнка от различных заболеваний и чтобы он был здоров, конечно. Совет один – это быть примером для ребёнка, потому что ребёнок всегда смотрит на своих родителей, как ему, какой образ жизни вести. Это здоровый образ жизни, это смена физической и умственной, так скажем, нагрузки. И позитивное видение мира, то есть стараться видеть в ребёнке самого лучшего, самого здорового, самого счастливого человека. Он это будет чувствовать и будет это отдавать взамен. Спасибо, Галина Сергеевна, за такую интересную и познавательную беседу. Это была программа «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми живёт наш регион и город Сочи. Всего вам доброго и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова